Здравствуйте. По факту невыплаты зарплаты на Лысвинской чулочно-перчаточной фабрике возбуждено уголовное дело. Предприятие задолжало работникам порядка 10 миллионов рублей. Без выплат остались более 300 сотрудников. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По версии следователей, руководство фабрики в течение полугода не платило зарплату работникам предприятия. В настоящее время устанавливается количество потерпевших лиц, а также тех, кто должен быть привлечен к уголовной ответственности. Максимальное наказание, которое может грозить виновным – лишение свободы на срок до трех лет. Средняя зарплата в Пермском крае за год выросла на 5,5%. По данным Пермстата, она составила 29 811 рублей. При этом реальная заработная плата с учетом роста цен на потребительские товары и услуги за год подросла лишь на 1,5%. Самыми высокооплачиваемыми отраслями традиционно стали финансовая сфера 52,5 тысячи рублей, сфера информации и связи – 48 тысяч рублей, добыча полезных ископаемых. Меньше всего в Пермском крае получают работники сельского и лесного хозяйства – 17 тысяч рублей, сотрудники гостиниц и ресторанов – 18 тысяч 300 рублей и риэлторы – 19 тысяч рублей. Торговая площадка Алиэкспресс впервые запустит в России покупку товаров в кредит. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Согласно нововведению, жителям России будет предоставлена возможность покупать товары в рассрочку или кредит. При этом наша страна станет первым рынком, где Алиэкспресс предоставит такую возможность. Покупать товары в кредит поначалу можно будет только в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев такая возможность будет расширена на весь ассортимент Алиэкспресс стоимостью от 3 тысяч рублей. В рассрочку можно будет взять технику, смартфоны, ноутбуки, аксессуары. В компании подчеркнули, что Россия является одним из приоритетных рынков для Алиэкспресс. В России хотят ввести налоговый вычет за отдых в России. В Совете Федерации предложили возвращать налог за путевки в санатории и курорты страны до 120 тысяч рублей. Сенаторы считают, что введение налогового вычета позволит увеличить объем туристического рынка. Напомню, действующее российское законодательство позволяет гражданам получить налоговый вычет с расходов на лечение. Он составляет не более 30% от общей стоимости путевки. В Перми дорожает аренда однокомнатных квартир. За полгода стоимость такого жилья поднялась на 600 рублей. В результате арендная плата за однокомнатную квартиру вернулась к уровню годовой давности – 11 900 рублей, сообщают аналитики портала по выбору недвижимости n1.ru. Стоимость двухкомнатных квартир практически не изменилась. Аренда такого жилья обойдется чуть больше 15 тысяч рублей. Цены на трешки при этом пошли вниз. В среднем аренда трехкомнатной квартиры в Перми будет ежемесячно обходиться в 18 500 рублей. Курс доллара по данным Центробанка на 21 апреля составляет 56 рублей 41 копейка. Курс евро – 60 рублей 61 копейка. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова